На месте не сидится. Четырехлетний Владислав и с друзьями поиграть успевает и собаку из воздушного шарика скрутить. Даже непонятно, где черпает силы. Сейчас мальчик проходит химиотерапию. Начиналось все, как обычная простуда. Потом выяснилось – лейкоз. Впереди еще год лечения. В такой ситуации родители и врачи стараются сделать все, чтобы порадовать малышей. Когда здесь детки лежат безвылазно, неделями, месяцами, какая-то безделушка, игрушка – это мало того, что очень ребенку полезно поднимает настроение, там надо маму поддерживать тоже. И в хмурую погоду у ребят по-настоящему весеннее настроение. Целый детский автопарк пополнил игровую онкогематологического отделения Первой детской городской больницы. Велосипеды, симпатичные машинки, коляски стали подарками от городской администрации. Электронные книги для детей постарше. Но это лишь малая часть помощи. Основная – деньги, которые собрали на благотворительном аукционе «Подари надежду». Он прошел по инициативе главы Самары и общественной организации инвалидов 26 февраля. Тогда с молотка ушли 20 творческих работ, сделанных людьми с ограниченными возможностями здоровья. Авторы получили стартовую стоимость лотов. И больше 4-х 30 тысяч рублей удалось собрать на благотворительность. В больнице решили, эти деньги распределят между семьями детей, которые особенно нуждаются в поддержке. Помощь будет адресная. При лечении такой патологии требуется очень много всего, чего даже не предусмотришь. Дети, попадающие к нам в стационар, чаще всего попадают в трудную жизненную ситуацию. То есть семьи страдают. Ежегодно лечение здесь проходит около 700 детей. Поддержка им нужна и материальная, и душевная. Настоящим праздником для маленьких пациентов стало и театрализованное представление. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Мы, наверное, не в мире сегодня.